27,5 тысяч евро. В такую сумму суд немецкого Мюнстера оценил жизнь российского студента Андрея Камынина. Около года назад в Москве сотрудник немецкого посольства Беньямин Томас Хоберт, находясь за рулем служебной машины, сбил Андрея и его друга Александра Евтиева. Оба они погибли на месте. О пользе дипломатической неприкосновенности и гуманности немецкого суда Дмитрий Кулистиков. С момента трагедии на проспекте Вернадского прошло почти два года. Для матери погибшего под колесами дипломатической машины Андрея, Ольги Камыниной, трехчасовое судебное заседание, еще одно испытание. Это гражданское судопроизводство. Здесь речи о вине не идет. Лишь абсурдный по-человечески и обыденный юридический вопрос. Сколько стоит потеря единственного сына? Ответчика представляет адвокат Вольганг Шнайдер. Мы предложили семьям обоих погибших компенсацию в размере свыше миллиона рублей. Мы хотели показать, что нам не безразлично то, что произошло. Итог сегодняшнего разбирательства – мировое соглашение. Но это тот случай, когда сухие слова нормативно-правовых актов входят в противоречие с чувствами матери. Мне сама формулировка не нравится, что это мировое соглашение. По-другому у них нельзя сформулировать. Я считаю, что в каком месте не может быть мировое соглашение. Они почему-то не могут оставить такое, что это или договор, или компенсация за потерю ребенка, или пусть просто страховая выплата. Приговор по уголовному делу Хобберту самим немцам показался слишком мягким. Порше Каен с красными номерами немецкого посольства на скорости 110 км в час сбил переходящих дорогу по зебре студентов. 17-летние Александр Евтеев и Андрей Камынин погибли на месте. Бенгямин Томас Хобберт, пользуясь дипломатической неприкосновенностью, отказался выйти из машины и сдать тест на алкоголь. Уехав с места ДТП в подоспевшей машине консула, Хобберт вскоре вернулся в Германию. На родине против него возбудили уголовное дело, закончившееся самым мягким из возможных приговоров. Год условно и лишение прав управления автомобилем на месяц. Сегодня в присутствии суда страховая компания Хобберта обязалась выплатить матери Андрея Камынина 25 тысяч евро за моральный и материальный ущерб. И еще 2,5 тысячи в компенсацию затрат на похороны. У истца есть месяц, чтобы оспорить это решение. Кроме этого, адвокат Хобберта пообещал поинтересоваться у клиента, не готов ли он лично выплатить 10 тысяч евро семьям погибших. Бенгямин Томас Хобберт недолго жил в качестве пешехода. С момента условного осуждения и лишения водительских прав на один месяц прошел почти год. По улицам какого немецкого города и в каком состоянии ездит бывший учитель немецкого языка, неизвестно. Почта не смогла доставить ему повестку на сегодняшнее заседание. По старому адресу Хобберт не проживает, а новый решил не сообщать. Дмитрий Кулистиков, Михаил Антонов и Андрей Путро. Вести, Мюнстер, Германия. Дмитрий Кулистиков, Михаил Антонов и Андрей Путро. Дмитрий Кулистиков, Михаил Антонов и Андрей Путро.